Доброе утро, дорогие друзья! 3 марта Югорский государственный университет приглашает родителей и выпускников школ на день открытых дверей. И сегодня у нас в гостях проректор по учебной работе Югорского государственного университета Роман Кучин. Роман Викторович, доброе утро! Доброе утро! Роман Викторович, во сколько приглашаете абитуриентов, родителей? В 13.00, 3-го числа ждем вас в Югорском университете. Будут проведены встречи... Вы подождите, подождите, все сразу не рассказывайте, пойдем по порядку. Зовите точный адрес, сейчас родители дрожащими руками записывают его. И абитуриенты, которые давно мечтали поступить именно в Югорский госуниверситет тоже. Город Ханты-Мансийск. Чехова, 16. Чехова, 16. Нужно ли заранее регистрироваться где-то как-то по звонку, по электронной почте, о себе заявить или не обязательно? Есть участники, которые у нас из города Ханты-Мансийска, значит, они просто приходят на это мероприятие, нет никаких проблем. Если есть люди из округа, из региона, из-за рубежей нашего региона, то есть они могут созвониться с приемной комиссией, либо направить электронное письмо, заявку. Мы можем разместить потенциальных наших студентов, нынешних абитуриентов в наших общежитиях. Да? Даже так. Вот, и поучаствовать в этом мероприятии. То есть это сразу удобно. Во-первых, вы размещаете, не нужно искать гостиницы, и сразу же познакомиться с тем местом, где потенциальный студент Югорского государственного университета будет проживать. И чтобы родители, опять же, не беспокоились. Отлично. Что ждет гостиниверситета в рамках этого дня, этого мероприятия? Традиционно мы будем представлять... С чего начнется вот так вот, чтобы постепенно? Как будут развиваться события? Будет сначала организационная встреча, будет регистрация участников. Затем у нас в нашем университете функционирует пять институтов, реализующих образовательные программы. По каждому институту гости разойдутся под тем направлением, которые им интересны. Будут проведены консультационные мероприятия по поводу поступления. То есть все вопросы, которые возникли, но не только по поступлению в Югорский университет, можно задать в общем, да, мы готовы помочь всем абитуриентам нашего города и округа в решении каких-то вот таких вот проблем и вопросов. Так, но это только с учебным процессом будет знакомство? Или ведь в каждом институте, в каждом университете есть еще и внеучебная жизнь? Да. Тоже будут активные участия у нас принимать и студенты, будут некие творческие номера показаны. То есть тоже презентация своего рода. Да, 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 да. Нет, это очень важная жизнь вторая, которая у нас идет после занятий. Покажем мы наш шикарный спортивный комплекс 12,5 тысяч квадратных метров. Есть у нас настоящий бассейн 50-метровый, где студенты могут бесплатно заниматься ну как плаванием, так и в других спортивных залах физической культуры. То есть это у нас входит. То есть спортивная жизнь, мы знаем, бьет плечом. А скажите, может ли абитуриент, я знаю, что до пяти учебных заведений, куда он может отправить результаты ЕГЭ сегодня? Да. А вот смотрите, у вас пять институтов, можно в пять институтов добавить? Значит, или нет? Значит, как получается, это отдельная образовательная организация, то есть мы одна образовательная организация, Егорский университет, поэтому к нам можно подать заявление на три направления подготовки, которые соответствуют с данным ЕГЭ. А вообще можно выбрать пять вузов России, в которые вы можете подать документы. Это жестко контролируется. У нас есть система физ.ЕГЭ, в которой эта вся информация заносится. Роман Ильич, а день открытых дверей, он ведь каждый год у вас проводится? Какие самые часто задаваемые вопросы, можно сказать? Часто задаваемые вопросы, в принципе, касаются, да, это проживания в общежитиях. Значит, да, ну и вот минимальный порог ЕГЭ, тоже часто задаваемый вопрос. Кстати, давайте напомним, каков он? Ну, по каждой дисциплине свой, в принципе, вся информация у нас на сайте представлена, да? Значит, ну и, наверное, три вопроса, да, еще интересуют наших потенциальных абитуриентов. Это какая будет стипендия. Это нас тоже интересовало. Да, да, да. Это как сейчас интересно. И каким будет трудоустройство. Ну, на сегодняшний день стипендия в университете для успевающих на 4, 5 и на 5, ну, там, до 5 тысяч рублей. Дополнительно могут студенты получить за достижения в науке, в учебе, в спорте дополнительное, так скажем, прибавление к своей стипендии. Ну, порядка, там, 13-15 тысяч можно сейчас зарабатывать. Вот, на студенческой степени. Напомните, институты, какие входят в состав Югорского государственного университета? Институт информационных технологий, НОЦ, значит, второй у нас институт природопользования, третий институт, это гуманитарный, четвертый институт менеджмента и экономики, пятый институт юридический. Юридический. Еще, Роман Викторович, вы поделились с нами, пока, как говорят, за кулисами, да, что есть радостная информация. Это правда ли, что на данный момент все выпускники Югорского государственного университета, которые ни в армии и ни в декрете, обеспечены рабочими местами? Да, это правда. Это вот тоже один из часто задаваемых вопросов, потому что, ну, самая главная задача нам подготовить выпускника, который необходим для нашей региональной экономики. Ну, также и за рубежом Антимансийского округа трудоустраиваются наши выпускники. На сегодняшний день, да, такая ситуация у нас сложилась хорошая, вот, все наши показатели, да, значит, они выложены в показателях мониторинга деятельности вузов, вот, ну, мы являемся на сегодняшний день эффективным университетом. И на сайте, в том числе, любую информацию, интересующую вас, дорогие друзья, на сайте Югорского государственного университета получить. Еще раз напомните, телефон приемной комиссии. 3-57-842. 3-57? Ну, там у нас 3, 3, 3, да. Их 3 телефона? Ну, я думаю, ой, ребята, если у вас есть интернет, вы добьетесь, зайдете там, вся информация есть. Да, конечно, очень доступно изложена на сайте. Итак, 3 марта, город Ханты-Мансийс, день открытых дверей в Югорском государственном университете, начнет свою работу в 13 часов. Роман Викторович, большое спасибо и до новых встреч. Ждем вас, спасибо вам. Спасибо. Спасибо.